Ну как вы, Сергей? Да ничего, видите, лежу под одеялом, трясёт. Ну и чё, это... Чего, болеете или просто холодно? Да морозит, трясёт, это от почек приступы. Я упрячу, кондиционер включил на всё, и одеялом её путаю всё равно, а изнутри мороз идёт, его никак не преодолеешь. А что у вас с почками, вот вы говорили, камни, да, или что-то ещё есть? Да как оно, кто его знает, оно и врачи не знает, что там. Только они притворяются, что всё знают. А на самом деле, вот так начнёшь, спрашиваешь, ну чё делать? Ну, движение нужно, движение, движение жизни, оно... Я же вижу, опять же, рассказываешь врачам, они же не верят. Как может быть, что лежишь и не пролежь, ничего нет? Да и так человек, он не способен, организм, он создан для движения. И все, и органы, и мышцы, и суставы, всё это должно подкрепляться периодически, и движения им каким-то. А лежать как бревно, кто так сможет? И вот, да, Господь, я уж и лежу, иной раз, ну не в очае, не в таком, а вот размышляю сам себе, как бы, ну как от этого избавиться? Для меня уж не то, что там какие-то райские наслаждения, да, для меня вот избавление вот от этого, от всего уже будет неимоверной радостью. Я вот иной раз лежу, а недавно, ну тоже более не могу, ночью, я рассуждаю сам себе, думаю, да я сейчас, наверное, согласился, и бы куда-нибудь в небытие вообще в какое-нибудь уйти, вот во мрак какой-нибудь, чтобы как будто и не было, лишь бы только более этих не было, и все. Но потом, думаю, нет, нормально, надо терпеть еще какие-то годы, там, менять на вечность, не... Лучше пускай еще 10-15 лет, только бы с Господом, только бы к нему. Если кто приходит, если кто-то отчаивавшийся люди, я говорю, вот зайдите на канал Сергея Козлова, посмотрите, и не отчаивайтесь. Я говорю, посмотрите, как человек умеет не отчаиваться, вот научитесь, говорю, все люди вообще удивляются, конечно. Вот, поэтому вы нужны здесь. Ну вот нужны, а люди уже, которые привыкают, вот рядом, которые, ну, часто в общении, они уж там общаются, как, ну, не глядят на эти немощи уже, на это не обращают внимание, только на внутренний человек смотрит, и им кажется, ну что, лежит себе-то лежит, да, вроде не проявляет таких вот особых, там, ну, проявлений таких нет, выражение боли там или чего-то такое, я стараюсь там перед людьми особо не показывать. Вот, и человек уже, как бы, по привычке, ну, привыкает все равно. А я же говорю, не дай бог вот так никому, я вот каждый раз весна-летом наступает, я думаю, бедные вот эти вот пацаны-то молодые, ну, в основном молодежь, начиная там с 16 лет, вот, и так до 25, это такой вот возраст, которые начинают нырять, водичка чуть потеплела, весна наступает, там и коряг поднанесло, в речках там и везде, вот, в морях. Он, допустим, нырял в прошлом году, да, а за зиму, за осень, там, течением и корень, и все, что хочешь, принесло. И они ж ныряют и тут же, и ломают их шеи, и все. И, причем, это же целый, никто не знает эту статистику, а это в каждом городе тысячи людей, тысячи вот таких пацанов молодых. Ну, большая часть не выживает, а процентов 30 такими коллегами остается. Я вот попал, когда в эту самую реанимацию, вот, ну, палату интенсивной терапии, мы вот живем, а все даже не представляем, что вокруг нас творится, там, вот в этих больницах, какие люди муки и какие-то криспы, каких только они привозили, ой, там, вообще, что ни день, то какие-то стрессы вот эти вот привозят, каких только травм не было. Ну, и умирают, и умирают, и умирают. Только одно, если я сайт, ну, я так даю, сейчас вам сброшу потом скайп, в общем, там мировая статистика, ну, сейчас же это регистрация на всех уровнях, во всех, ну, там, отделения связи, больни, там, все это регистрируется, заносится в компьютер, да, вот. А есть компьютер, который собирает всю эту информацию, концентрирует ее и выдает, допустим, там каждая смерть, вот человек умирает, его раз занесли в реестр, и все, и он появляется уже в общем компьютере. И вот там рождаемость, смертность, допустим, сколько в год мигрировало, сколько там прибыло, допустим, от какой болезни, сколько человек в минуту, там, в час умирают, знаете, ну, интересная штука. Ну, увлекательно так. Население, смотри, у Китая там, там растет, ну, цифра прям бах-бах-бах-бах умножается, вот. А у нас, не, у нас, вот, если только рост идет, то за счет эмиграции, а так, рост-то вообще смертность там вообще удивительная, и молодежь себя вымирает только. А у вас хоть один камень выходил? Как-то было? Они выходили, когда это... Сейчас-то не выходит, сейчас не камень. У меня поставили такую трубку мочевой, вставили ее прям непосредственно, и через нее все выходит. Сейчас, ну, с этим проблем нет, и там уже в почках внутри, там у меня лежит такой сантиметр-два, наверное, он начинает когда-то шевелиться, все так. Вот, а выходить как он не выйдет, он самостоятельно не выйдет, он если пойдет, он канал упорит, и все. Я просто... У меня же тоже камни, я тут стал в интернете тоже смотреть, есть такие интересные травы, эйва, по-моему, как-то называется, вот, и они какой-то вид камней прям вот растворяют. Для этого нужно, чтобы камень был, по-видимому, ну, можно переэкспериментировать, и прям как там, ну, как там мужчина рассказывает, как он прям растворил, говорит, все камни, то есть они не сдвинул, а именно в песок их превратил. Вот, и там интересно, говорит, что пить можно только через трубочку, потому что даже эмаль с зубов съедает. У меня вот, знаете, я сейчас тоже в главушке одной хожу, там ее беседу, причаю ее, и, в общем, ну, такая, как бы, ситуация у нее, что ее все оставили вообще, просто знаете, вот тоже, ну, ситуация не такая как у вас, у нее кардиостимулятор, сердце три раза останавливалось, ну, и все ее оставили вообще. Может даже, наверное, не знаю, вот у кого проще ситуация, да, то есть у вас или у нее, потому что, и вот она рассказывает, у нее камни вот всю почку зарос, вот, все свободное место. А нельзя делать операцию, потому что кардиостимулятор. И она говорит, я умираю от боли, потому что он закупорил, а мне, говорит, ну, обезболивающий ставит. Ну, и она, в общем, вызвала скорую помощь, дала денег, ее отвезли сразу на операцию, не смотрели, что они там, ну, как бы, срочные, и этот со всю почку. Ну, когда узнали, конечно, говорит, что ее очень ругали, что это подвергло риску врачей, потому что это же у них будет, если она умрет. Ну, она выжила, слава богу. То есть, вот я вижу, знаете-ка, таких вот людей, которые, таких тяжелых встреч, когда Господь хранит. Я к ней приехал три года назад, она сказала, я умираю. Я с ней, вот, к ней три года так и езжу, а многие люди, которые были живы, уже умерли. Она живет, Господь, когда ее жизнь, так думаешь. Да. Смотрю Игнатия Тихоновича и вас периодически. Вот, ваши беседы. У нас жизнь бурлит. Вот, создалась, как бы, такая виртуальная община такая. И живем опять друг за другом, и все, как бы, живем одной жизнью, проживаем, уже друг друга знаем по несколько лет, да? Вот. И виртуальное сообщество. Конечно, жалко, что смотрел видео про Александра Андрусенко, что он так, вот, все-таки ушел с женой. Хотя Игнатия Тихонович, конечно, так мощно поговорил с ним. Такие доводы. И знаете, вот, в то же время, вот, интересный такой факт. Вот, одна женщина, она здесь в Москве живет, она смотрела канал, ну, случайно попала на канал Игнатия Тихоновича, она была баптисткой, и случайно попала. И вот он ее убедил. Ну, даже она не говорила с ним, а просто послушала. И увидела, что, ну, как это, на одну из наших бесед наткнулась, вот. И, ну, узнала, что она рядом, получается, с нами живет. И вот, я ее крестил на Пасху. Она и вас смотрит тоже, Надежда ее зовут. Вот, так что, видите, как процесс не только в эту сторону, и в другую сторону. Я не знаю, я вот, мне кажется, что это и есть вот эта проповедь, Евангелие, ну, такая мощная. Когда еще такое было, апостолам приходилось ходить там, и из города в город, в страну в страну, а тут, пожалуйста, все желающие, иди до меня. Ну, да, лежишь, и можно поговорить со всеми, поддержать, конечно. Конечно, одно желание, и все. Ну, а с Александром, че, я вот с людьми тоже говорим много, и, ну, так вообще, спрашивают люди. Ну, по сути, не было никогда православным. Что такое православие, он просто не узнал, что такое православие. Ну, да, то есть, Игнать Тихонович говорит, что вот, но вот, писание. Он, получается, уже и писание так, как бы, не очень верит. Ну, как-то меня это удивило все. То есть, я все ваши доводы знаю, но, как-то, ну, странно. Ну, надеюсь, да, действительно, что человек искренне, он, как бы, искренне заблуждается, искренне видишь. Он и призывает, он и молитв, я думаю, Господь так же обращается. Если я не прав, то ты покажи, где я не права, думай. Мы говорим, ну, Игнать Тихонович часто любит говорить, да, вот эта фраза, отвергнись себя. То есть, вот, когда ты все-таки, ну, в церкви, да, ты должен отвергнуться себя. То есть, не себе доверять, а церкви. То есть, тому, как верит церковь, а не как мне кажется правильно. Ну, вот апостол Павел обратился, Христос ему лично обратился, да, и тем не менее, он все равно пришел в Верусалим, чтобы апостолу удостоверили, что он верит так же. Да, там, или, например, вот, там, крестит язычников. Хорошо, Дух Святой сходит, все нормально. Все равно идет Верусалим, чтобы апостолы услышали его, ну, его доводы и как-то решили, нужно обрезаться или нет. То есть, не себе доверять все-таки, как бы, а церкви. А когда вот, ну, мне так кажется, вот так, ну, правда, ну, вот именно отсюда и есть 21 тысяча этих сект, что одному кажется так, другому эдак. Потому что человек на, в первую очередь, ставит свое, действительно, там, как он говорит, сердце или ум. Ну, и правда, всякий человек ложь, Давид говорит, да, то есть, всякий человек, вот, он пропускает через свое сердце истина. Если твое сердце искажено, оно уже не, ну, вот, как смотришь ты в искривленное стекло, и оно свет, хотя свет хороший, правильный, но он будет искажен к тебе попадать. Вот и все, как ты там, вот. Вот, поэтому надеяться на себя, ну, как бы, это, ну, очень как-то опрометчиво. Нет, Алигнать техничка, конечно, молодец. Я, как-то, так, к нему, ну, пересмотрел, скажем так, свою точку зрения на него. То есть, сначала, ну, знаете, как вот, после семинария, ты, как бы, знаешь, вроде бы, как правильно все, да, и когда слышал первые эти, ну, как бы, это все так очень резало. Но, когда понимаешь, что он, наверное, сам уже пересмотрел, то есть, он не говорит так, как он когда-то говорил в книгах, вот, и уже там, ну, не называет так святых, как когда-то называл. Я думаю, в нем саму какая-то трансформация произошла, и мнение, которое у него есть, я думаю, что они, ну, в принципе, наверное, в рамках православия. Ну, единственное, что мне не очень понятно отношение к другим церквям, вот, и то, что он говорит 5, а так, в принципе, все остальное, наверное, можно принять. То есть, не менее, действительно, ничего плохого, чтобы там мощи находились под землей, или, ну, ничего плохого там нет, если даже похоронить. Ну, хорошо. Почитать, ну, тоже можно. Как вы относитесь к этому католицизму? Католицизм? Ну, за церковь принимаете? Ну, нет, нет. То есть, безблагодатная, да? У нас даже сейчас такая получилась тоже ситуация. Вот, помните, мы с другом, моим отцом Алексеем, беседовали с Александром Андрусенко, тоже была такая, по-моему, общую делали встречу. Вот, и вот отец Алексей, он беседовал с одним католиком, причем миссионером, отец Иоанн из Аргентины. И вот он, ну, не знаю, с беседой или нет, но, в общем, он решил стать православным, принять. Нет, я придерживаюсь точки зрения священномученика Иллариона Троицкого, что церковь – это только православная. Все остальное – это не церковь, хотя благодать, конечно, она вообще во всем мире действует. И у католиков она действует, вообще у всех, и у язычников она действует. Всех Господь как бы призывает, ну, как Инотий Иванович говорит, да, призывающая благодать, освящающая благодать есть у тех, кто читает Слово Божие, кто, ну, как старается жить, вот, действительно, они через Слово очищаются. Но спасающая благодать – ну, только в церкви, конечно. А так, в смысле, что благодать призывающая, то есть человек может обратиться к Богу везде абсолютно, и у католиков может обратиться. Вот, как Господь спасает тех, кто там бабушки какие-нибудь в католичестве, это для меня загадка, тайна. До меня дошел такой рассказ, не знаю, насколько это правда, нет, был такой старец Клеопа Илья в Румынии, и к нему однажды приехали католические богословы. И они с ними разговаривались и говорят, скажите, а вот спасутся ли наши католические, значит, прихожане? И он говорит, многие из них спасутся. Они говорят, а мы? Он говорит, а вы – нет. Говорит, ну, как бы, что они не знают, не знаю, насколько вот эта точка зрения такая, что вот они не знают, и Господь их будет, ну, насколько они знают, а вас из-за того, что вы знали и отвергли, вы – нет, не спасетесь. Ну, вот такая точка зрения. Я же говорю, вот еще пять лет назад, ну, как начинал вот это вот свое, и с людьми как-то общаться в соцсетях, вот, я же говорю, вот эта активность протестантская, ее не было тогда. Они как-то прятались, они скрывали, кто они есть по динаминации своей, да. Я христианин, ну, в обидно тебе сейчас рассказывать. А сейчас же они заходят, и они смело представляются, они уже стараются доказать, что вы не церковь, что мы – истинная церковь. Протестанты, да? Протестанты, да, они уже все, они уже доминируют. Знаете, интересный такой вот опыт, не знаю, вы знаете такой канал Павла Бегичева? Не знаете? Может, видел, не слышал. Да, это такой, ну, он баптистом был, он в 92-м году крестился у баптистов, и там он долго был миссионером, проповедником, и у него, знаете, такой, он очень образованный человек, у него книг несколько выходило, и вот он, ну, писал книги там в поддержку, скажем так, баптистского вероучения, но постепенно, видимо, ну, он читал очень много книг, и Кураева, и всех, и он пришел к тому, что он перестал 30 иконы, он принимает 7 вселенских соборов, таинства, и даже вот он, ну, как бы, лютеранство перевел, знаете, как более, ну, лютеранство в том смысле, что оно, ну, ближе к православию, ну, по многим критериям, чем баптизм. Ну, в том плане даже, что признают причащение телом и кровью, да, что это именно тело и кровь, там, ну, как понятно, что у них над хлебом, под хлебом, но все равно, что они верят, что они символы причащаются, а именно тело и крови, да, там, крещение признают как таинство и так далее. И вот что интересно, он, там, год назад еще своим, у него студенты есть, он говорит, вот, они из святых отцов разбираются, он говорит им, вот, значит, Игнатий Богоносец говорит, что никакая эйфористия не должна посчитаться истинною, как та, которая совершена епископом, который совершена епископом или тем, кому он поручит. Да, Игнатий Богоносец говорит такие слова. И он говорил, ну, епископ — это каждый, значит, в баптизме, это каждый пастор, я поручаю это, значит, и разрешают, я вам всем разрешаю. И вот, значит, прошу, проходит год, он сам входит в лютеранство, и он в одной из своих передач, у него есть такие еженедельные передачи, он говорит, что вот мы, баптисты, значит, протестанты, все это отрицаем. Он говорит, отрицаем почему? Потому что у нас этого нет. То есть мы, как бы, ну, пытаемся объяснить того, чего у нас нет. Вот говорит, ну, вы не поверите, когда вот там, он принимал посвящение от лютеран, говорит, я почувствовал действительно, что вот это есть правильно, вот именно так нужно правильно получать Духа Святого через возложение рук. Вот, и для меня такое показатель, что вот человек, ну, как бы, движется, все равно в сторону православия, то есть он уже, как бы, он не мог это найти в Писании, но он увидел это, ну, опытным образом даже, как бы, я думаю, Господь его коснулся. Но пока у них не было рукоположения, он, как бы, ничего и не мог сказать. Когда он, ну, вот, что-то понял, говорит, вот, все-таки у лютеран как-то это так я ощутил. Не знаю, насколько это правда, неправда, но вот его личный опыт, то есть все равно движение в сторону церкви, оно, и они даже как-то там через старое католичество принимают рукоположение, то есть у них, они, как бы, тоже говорят, что у них рукоположение есть от старокатоликов, не знаю, насколько все это... То есть священномученик Галерион как говорит, как Екиприан Карфагенский, если вот река есть, ты ее отсеки, и дальше воды не будет. Вот русла будет, а реки не будет. Вот так же, говорит, если от церкви отпадает, ветвь некая, русло есть в ней, да, то есть вроде бы механические рукоположения есть, а благодати нет. Рукоположение именно. Вот. Вот опять же о причастии, да? И почему вот сейчас все больше и больше людей почему не верят вот в это? Собственно говоря, как Христос избрал 12 апостолов? Он говорит им, не вы меня избрали, я вас избрал, да? А как он их избрал? А он сказал, кто будет есть телом и пить кровь мою, в том будет жизнь. Сказано, от него отошли многие ученики. И фарисеи сказали, кто может это слушать? А он не пытается их переубедить, он не говорит, да это символизм, да куда вы, вы неправильно меня поняли. Я вообще с вами объясню, это аллегория, это притча. Он не говорит, он говорит, а вы хотите идти? И они что ему говорят? Нет, ты имеешь глаголы жизни вечной, куда нам идти? То есть как бы, что в их ответе заключалось? То есть они говорят, что Господь, да мы не знаем, как это может быть, но мы верим тебе, что это может быть, что ты так вот, если ты говоришь, так и так будет. То есть тут момент какой, что поверить, что вот это вот, вино и хлеб стало истинным телом и истинной кровью, это ведь не просто. Ну, вот не просто же поверить в воскресение тела, но это все равно как бы людям легче поверить. Почему? Но это, они говорят так, но это будет когда-то, мы поживем, увидим, наверное, так будет как-то, да, а вот тело и кровь, это именно сейчас, это не когда-то будет, это именно сейчас. И человеку сложно понять, что вот там в алтаре и вдруг тело и кровь, как это вообще может быть, да? Ну, ладно, я понимаю, поверить можно было сложно сто лет, допустим, назад, хотя происходит обратное. Сегодня ученые даже, видимым образом, показывают обновление воды под микроскопом, показывают, как структура воды обновляется, да, что это за процесс такой происходит, когда на таком тонком плане меняется структура, да, вот, хотя можно, видимым образом, все это доказать и увидеть собственными глазами, но почему ты не веришь в то, что на хлеб может некая сила сойти, вот такая, на хлеб и вино? Почему люди, не видевшие все это, все вот эти чудеса, происходящие на микроуровне, они верили? А вот сегодняшние люди, насколько образованные, не верят. Ну, сложно поверить. Знаете, вот фокус-покус, слышали такое слово? Это что же отсюда произошло? Сие есть тело, будет звучать хокэст-потэст. Хокэст, это есть потэст, тело. И люди слышали, хокэст-потэст, священник говорит по латыни, было вино и хлеб, стало тело и кровь. Фокус-покус, вот, как бы чудо такое произошло. Да, и вот такое отношение к этому, что вот, ну, некий фокус-покус, и все, было вино и хлеб, стало тело и кровь, пожалуйста. Я думаю, у людей, ну, какое-то такое отношение, ну, они думают, ну, как это такое, может быть, какой-то грешный человек, священник там стоит, и вдруг тело и кровь становятся. То есть, вот, все это совокупность, ну, не дает им поверить. Не знаю, я, конечно, понимаю, что и во мне какая-то слабая вера, да, наверное. Вот, но я никогда не сомневался, что это и есть истинное тело и кровь. Ну, люди-то, ладно, слабая вера, иметь слово, обо мне тоже слабая вера, мне тяжело это представить, но люди же не то, что не верят, они просто обратную скорость включают, они начинают отрицать это, понимаете? Они отрицают, они борются с этим. Ну, понимаете, если тебе принять, что это естественное тело и кровь, ты тогда обязан принять священство. То есть, потому что это может, ну, просто видим, что могли совершать только священники, только епископы, да, а если, вот, это правда, что это тело и кровь, значит, мы не можем отделиться от них. А чтобы нам отделиться, нам надо против этого сказать, вы смотрите, вот, протестанты, это же, ну, по сути, беспоповцы, да, все они отделились, сказали, мы все священники. То есть, все мы это можем совершать. Вот. Ну, ну, это символы будут, да, потому что, если принять, что это действительно тело и кровь, значит, это какие-то особые люди должны быть, там, какие-то особые, там, жрецы, потому что мы же не можем, вот, у себя на кухне, там, взять и сделать так же, да, то есть, не может каждый человек это взять и сделать. Это вот особое место должно быть, особые люди должны для этого быть. Вот это все одно за другим тянет. То есть, вот смотрите, протестантизм возникает, он отвергает священство, и отвергает сразу причастие одновременно. И все протестанты, собственно говоря, то же самое. то есть, Лютер, понятно, он все равно в какой-то мере, он отверг, потому что он сказал, виной хлеб не становится телом и кровью, оно просто, как бы, невидимо присутствует рядом, тело и кровь. Ну, там, но и, тем не менее, в лютеранце-то остались, там, какие-то, не знаю, епископы, тоже ведь у них это есть, и рукоположение они как-то сохранили. А те, которые уже и отвергли рукоположение, у них это уже чистый символизм. Свидетели, льговые, баптисты, адвентисты, это все они говорят, символы. Ну, я вот много с ними говорю, пишу там, переписываюсь. Вот, я им тогда начинаю говорить. Говорю, ну, вот у нас, мы причащаемся телом и кровью, а они говорят, а мы тоже причащаемся. Вот, то есть, они ревнуют, да, но мы причащаемся, как воспоминания. Вот, ну, а смысл, что-то, допустим, воспоминания. Просто вспомнил, 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 вспомнил. Ну, а что ты, без этого, что ли, не помнишь, а, Господи, зачем эти воспоминания? То есть, присел на минутку, вспомнил, и пошел, и забыл опять, да? Вспоминал, да. Нет, как раз, ведь, литургия, это есть воспоминания, мы вспоминаем тайную вечер, и все, все так есть, но не любое воспоминание есть Евхаристия. Конечно, на духовном уровне, но мы должны стать причастниками божеского естества, но Христос, ведь, он стал человеком, поэтому не только наша душа требует соединения, причастия его естеству божественному, но и наше тело. Если бы мы были там какие-то философами, платониками, которые говорили, что наше тело – это темница, и если мы вот выйдем из него, мы уже спасены, там, наша душа в рай пойдет, а тело – это темница, которая должна навсегда здесь статься. Тогда, да, это понятно было бы, там, духовное причастие. Но ведь мы же верим в воскресение тела, чтобы тело воскресло, в нем должно быть, как бы, прививка бессмертия. То есть, то, что в моем теле должно быть, находиться то, что не умрет, и навсегда не, как бы, разложится на мельчайшей части, да, это как раз тело Христово. То есть, когда я с ним соединен, это вот та самая прививка, которая дает мне, ну, не погибнуть моему телу навсегда. Вот. То есть, то, что дает ему жизнь вечную. Как сам Христос говорит, да, кто будет есть, кто будет иметь жизнь вечную. Именно потому, что мы стоим из души и тела, поэтому он нам и дал причастие себя не просто духовное, но и телесное. То есть, причастие мы соединяемся с Богом духовное и телесное. То есть, конечно, и в молитве человек причащается Богу, становится, ну, причастником его благодати, но частью его тела становится только причастие. Соединение с Богом легко объяснить. Даже человек любой может почувствовать это. Ну, допустим, обиделся там или обозлился на человека, раз все, в теле произошли такие изменения, отдаление от Господа, да, чуть начинаешь переубеждать себя, все, чувствуешь, как обновляется тело, плоть твоя внутренняя обновляется, и все, когда уже примеряешься, обнимаешься с этим человеком, все ты в Господе. Ищутим. А то, что плоть не умрет, это уж тоже ученые доказали, что наше тело состоит из атомов, невидимых частиц, совершенно, которые не, ну, частиц, которые в нематери, да, какая-то вибрация просто-напросто, и которые, вот мы сидим, я не помню, кто это Кураев рассказывал, по-моему, что мы сидим, вокруг нас там летают там миллиарды этих атомов, возможно, вот раз пролетели там атомы Наполеона, один из атомов Наполеона, вот, и когда-то эти атомы в мире, они соберутся, ну, какой-то произойдет, видимо, ну, я не знаю, как это происходит, физический закон, какой-то перемена, да, произойдет, где это будет, в пространстве, или как это, что это за физический закон, что эти атомы притянутся, и именно соберутся, вот, как мозаика, как пазл. Ну, а как, да, сейчас, даже сейчас ученые говорят, что могут, вот, волосинку дай, они могут, ну, клонировать, там, животное какое-то, по одной волосинке, а для Бога-то, что невозможно, и, я говорю, что, в первом веке, наши апологеты, да, церкви, они говорили, что для Бога, совершенно самые мельчайшие частицы, чтобы восстановить человека, язычники, и ученые того времени, в это не верили, сейчас ученые, уже верят, что по одной малейшей частице, можно восстановить, там, человек, ну, в теории, хотя бы, на практике, никто не клонировал пока, но в теории, то уже, как бы, вот, они знают, что это возможно. Вот, я сына техничек, тоже говорю, ну, что вы не верите, есть, уже показывали, там, ученые эксперименты, что взяли, в общем, внедрили в геном свиньи, в геном человек, смешали, вот, и показывают, что уже, там она, роз, клетки человека, они розовым цветом обозначены, и вот, рассматривали, вот, это вот, зародыш свиньи, и в нем, я не знаю, процентов 40, наверное, от человека, причем мозг, уже человек, идет, свинья зародыш, я не знаю, месяца три, наверное, и мозг показан человеческий в нее, ну, насколько правду верить, не верить, ну, как, допустим, как еще можно поверить, то, что, вот, мне 10 лет назад, еще, когда я лежал в больнице, уже не 10 лет, а уже 15, считай, лет прошло, мне тогда уже один профессор, говорил, доктор, ну, лечил меня, он говорит, что сегодня есть такие технологии, что можно голову отрезать у человека, и пришить ее. Я думаю, что сам Бог действует, ну, в тех законах, которые он создал, то есть, он действует с помощью тех, законов, которые он сам создал, он их не нарушает, потому что он их и создал, собственно говоря, да, то есть, я думаю, что, ну, моя точка зрения, что он так и создавал весь мир, по своим законам, как, знаете, как вот программе, и создает программу, вот он, некий блок, так Господь, как каким-то таким образом, ну, так сделала, чтобы жизнь развивалась, и тут нет никого противоречить, там, то, это большому взрыву, Бог мог сделать этот большой взрыв, вполне мог Бог заложить те законы, которые позволили там живому миру развиваться, вот, конечно, все это независимо не влияет на наше спасение, но, то есть, все это может быть, вот, что мы можем, как бы, сказать, что там, атеистам и так далее, что все, что говорится в Библии, там, о вечной жизни, но это, в принципе, возможно, да, то есть, ученые говорят, что вот, что человек может намного жить больше, чем сейчас живет, и есть просто ген старения, ген, который запускает механизм у нас старения, они же борются с тому, что мы ген, значит, исключить, чтобы человек жил вечно здесь, на земле, в аду, вот здесь, на земле, это вечная жизнь была бы ад, святая отца, вот как вы правильно говорите, да, то есть, вот так вот, живи, болей, и вечно так болей, ну, куда же, они говорят, что смерть является пресечением наших болезней, так бы они только накапливались, накапливались, так она как бы, человек подразумевает, он, когда мечтает о жизни вечной, то он мечтает о том, чтобы жить и не болеть, вот, и делал, но и все равно, он даже не болит, даже вот, вот это одно и то же, одно, вот эта рутина каждодневная, ну, как это вынести, это же нереально, злобор, да, а вот еще хотел спросить, вы не общаетесь с отцом Геннадием Фастом? Нет, он такой, неактивный, в интернете, необщительный, да, жалко, конечно, интересно с ним было поговорить, но он же бывший протестант, вот как он понимает, ведь вот, как он понимает спасение, ведь вот этот Александр Адумух, он на чем основал, как бы вот, что он больше понимает, что он, у него вроде четкое учение о спасении, да, вот у Александра, ну, он так представляет, что вот мы спасены там, а вас непонятно, вы вроде бы и крещены, написано, что спасены, и вроде не спасены, вот, мне интересно, конечно, было послушать отца Геннадия Фаста, как он излагает наше учение о спасении, потому что оно у нас, к сожалению, как-то очень нечетко изложено, все вот пытаюсь найти где-то, но у нас говорят там обожение, вот православное учение о спасении, это обожение, что мол, грех это болезнь, когда человек заражается, вот человек обоживается, он значит спасается, но как понять, в какой мере ты больше, меньше обожен, то есть, где та грань, когда ты уже спасен, или ты не спасен, или когда это будет, да, опять же, как, мы же как должны отвечать протестантам на те тексты, которые они, ну, выставляют там, тоже послание к римлянам, да, где говорится, что вот, не делающему, но верующему, вера вменяется в праведность. Я, я знаете, как думаю, вот, ну, как бы я ответил на этот вопрос, что никто из нас не спасен, это только повеличайший, кого Господь возлюбит, ты от того он и спасен, от нас это ни в коем мере вообще не зависит, как мы можем сдержать это вообще? Не, от нас все-таки зависит, если бы от нас не зависело, наша жизнь была бы бессмысленна. Ну, понятно, зависит востребление наше, что мы выбираем, это же, вот, а спасает-то Господь, однако же, не спасутся даже те, вот, на суде, когда Господь скажет, я никогда не знал вас, они скажут, да ты что, Господи, мы тебе всю жизнь свою посвятили, о чем вообще говоришь? Да, это правда. Ну, вот, интересно, я просто так подумал, там ведь апостол говорит, не делающему, но верующему, вера в меняется правительство, и он говорит, не делающий, это кто? Это Авраам. Я так думаю, так, это Авраам не делающий? Да сколько же он все сделал? Ему Господь сказал, иди в страну, там, непонятно куда, он пошел. Да ладно, были бы еще люди, которые так бы верили, но это единственный человек, который поверил Богу, это единственный в мире вообще, да как это, и тебе все говорят, что обезумел, ты куда вообще? И поверить своим мыслям, своим чувствам, по большей мере. То есть, его нельзя назвать неделающим. Он делал много, и многие делал, но он не делал дел закона, который дал Моисей, обрядового. Имеется в виду, вот что здесь. То есть, он эти дела не делал, но его вера, которая вот, вменилась ему в праведность. Интересно, что святые от себя никак говорят. То есть, протестанты говорят, ты поверил, и тебе уже вера вменилась в праведность. То есть, Бог на тебя смотрит, как через Голгофу. Вот, Бог Отец на тебя смотрит через Голгофу сына, и видит не тебя, а видит жертву сына, и, мол, ты хоть грешник, но он видит твою жертву сына, и все равно ты спасен уже. Потому что не твои грехи видятся, а видится вот жертва сына, которая все перекрывает. А святые отца никак по-другому говорят. Например, Семен Новоблагослава, как раз он говорит, что вот если в тебе есть плоды духа, это и значит, что тебе вера вменилась в праведность. То есть, протестанты говорят, ты поверил, и тебе вера вменилась. А мы говорим как, что если жизнь подтверждает, что в тебе есть плоды, это только тогда можно сказать, что вера вменялась в праведность. То есть, мы тоже верим, что вера вменяется в праведность, но это является, скажем так, финалом жизни. То есть, когда уже человек действительно пожил, и мы верим тоже, что человек спасается верой, а дела, они свидетельствуют о том, жива вера или нет. Если вера жива, значит и дела есть. Если вера мертва, значит, дел нет. Как раз Максим Степаненко говорили на эту тему, как раз о теме спасения. И он, я думаю, что делать? Он говорит, если вы увидели, что у нас в семье каждый день происходит, ну там видимо, он же такой пасты строгий, детей везде, жену держат, он там им спусков не дает, если он на весь мир вот так высказывается о людях, то в семье. и я говорю, ну как спасаться-то вообще? Он говорит, ну что, только делами, говорит, только вот делал, был блудником, да, или там аборты делал, сейчас делай противоположное, только через это и спасешься. я вот просто тупо делаю и все, делаю. Нет, но это показывает ведь веру, то есть ты должен основание полагать веру, но вера не без дел, то есть понятно, у нас обрядового закона нет, законодел обрядового, но а без дел вообще в принципе не может быть веры, то есть она просто мертвая, вот и все. То есть тут как бы, ну мне кажется очень просто, как вот, то есть вся, ведь вся суть Протестантов, они как бы говорят, вот у нас что особенно? Вот учение о спасении, да, вот у нас супер правильно все-то остальное у них так не цепляет людей от учения спасения что они горят и ты спасен уже это как бы такой как это новинка для людей знаете как свидетели говорят а ты знаешь имя бога фигуре ну иисус христос они для того давайте откроем вот видите у вас библии написаны иеговой человек как бы попался потому что он не знал этого и для него что такое новинка какая-то до что у него в библии оказывается это написано вот тоже самое протестанта вот у них есть такая как фишка говорят своя да то есть вот что вот учение о спасении вот смотрите вот мы спасены всем и вы тоже если принять иисуса вы уже будете спасен они говорят если родился свыше вот принял иисуса принял его своим личным спасителем покажался ты уже значит спасен бог где дал тебе дар а его дары неизменны вот он дал тебе дар спасения и все это его уже не потеряешь потому что удары божии неизменны как как ты примешь иисуса да как ты примешь иисуса ну ладно ты принял иисуса но иисус то он ходил в рванине не знал головы приглашать не стал шоу есть и пить будет почему ты принимай его одеваешь там красивую одежду галстучек там кушаешь а пить и они они говорят вот это в частности особенно лютер лютеранство всего ну такие классические представьте что да мы грешниками остаемся но вот бокс смотрит не на нас смотрит на христа и мы испособьте не своей праведностью пройдут всеでした мы грешники но праведность христа закрывает наши грехи мы надеемся не надеемся на свою праведность мы только надеемся на праведность христа что она закроет нас перед богом такая чистая юридическая что вот я пришел в суд ни alphabet грешник а другой человек ставит говорит а я вот сиoyuistan грехи я которого покрываю я заплачу за все как бы иисус заплатил за наше спасение купил он ск аресы� ты нам спасения купил то есть вот иисус заплатил деньги ну как бы своей кровью до свою кровь заплатил за то чтобы купить хотя мы грешниками остаемся говорят претестанты но тем не менее мы уже спасены потому что вот иисус купил нам да и как бы она такая привлекательно эта теория что указ так назвал канал свой парализован во славу христа и сигнале и как вот они мне пишут что назови себе там не называй себе так что ты парализован во славу христа если тебе надо выздороветь попросить бога и сказать там исцелен во славу христа вот так вот называйся аж упали во славу христа нельзя так себе называть то есть как бы их сразу вот это обречает что они другого христа то исповедуют совершенно наш господь говорит возьми крест и следуй за мной от реки с мира ведь они не могут этого принять понять эту вот что значит веки с мира господь дал такие благодать такой в мире вот почему и не пользоваться да господь делал нам язык со множеством там капилляров ощущать вкус вот для наслаждения там многое дел почему этим не пользуются они не могут это впитать в себе а как его его невозможно человек переубедить если он если внутренний состоит человек из этого как ты его наполнишь общаясь с видеть им иголы еще параллельно не тяжело с ними общаться не как-то я пытаюсь знаете вот я понял наконец апостола павла и вообще апостолов почему-то не так писать то есть вот мы иногда знаете спрашиваем на себя внутренне почему-то после хотя бы один бы написал троица три единства отец и сын святой дух там идет все не было бы всех этих споров всех этих столетий да там нам так но нам так кажется вот но вот пообщавшись с детями губы я понимаю после почему то есть когда я говорю с беседой свидетелем губы мне приходится снисходить ну к их пониманию писать ник ну как бы как это правильно сказать говорить с ними на одном языке что ли то есть узнать как апостол павел в ариапаге был и он там говорит языком который понять там язычника синагоги он приводит цитаты из писания то есть вот везде подстраивается вот например с теми же свидетелями губы говоришь у них написано что там не тело и кровь кто не есть тело и крови а кто есть символов тело и крови тот не будет иметь жизни вечно как бы они так исказили ну ладно хорошо да у них у них так написано то есть там слова истин сие есть а там какое-то десятое значение сюда есть там образ не из первого а то что первое они не принимают ну вот они нашли такое понимание и там значит напиток вот они неу себя так перевелись и то есть значит образ телом и это есть образ крови мы они горят видите ну когда им говорю что это надо реальной силы кровью не горит ну кто если уже знал кровь нельзя есть как бы ну то есть это сроза стена получается поэтому я когда к ним обращаюсь и говорю на хорошо вот у вас написано с есть образ телом есть образ крови но иисус же говорит что кто не ест образа тела моего не пьет крови образа крови моей в том нет жизни но вы же не даже образа не едите не вкушается и вот тут как бы на одну позицию взял их текст хорошо давайте по вашему тексту но они же сами не вкушать даже и образов своих я я верю что у них именно образа у них не истинная тела и кровь да то есть они горят вот у нас только помазанный откуда это библии иисус не делать исключением горит там все ешьте все пейте все кто не будет он же всем говорит и вот у них это знать как а всего три места в священописании который горится о причастие и у них это вот ступор происходит потому что правда иисус вроде говорит они не делают а нигде не написано что вот только там какие там помазанный должен делать вот и они говорят но мы там у пастора спросим так далее но пока вот наверно человек 7 я беседовал и пока ни один от пастора не вернулся с этим мест пастора старейшин старейшин да то есть у них вот знаете как бы когда они что любят говорит о том что иисус не бог мы просто в библии очень много цитат которые говорят что он истинный человек и что он истинный бог и мы получать так цитатами вот перебрасываемся а толку нет а когда всего лишь мало цитат надо брать темы по которым как узкие вот где мало и по ним разбираться вот берем разбери там или там сто сорок четыре тысячи вот они же учения помазаны что их только сто сорок четыре тысячи и они основываются там на апокалипсисе что вот там вот эти 144 тысячи перед это духовный израиль вернув подождите там же по коленам прям перечислен почему вот считаете что возможно же понять по другому но я не говорю что например мой правильный ну давайте рассуждать вы считаете почему то что вы правильно вот давайте я вам предложу такое понимание вы попробуйте его провернуть что вы сказать это неправильно вот доказать из писания горят 44 да это буквально евреи которые обратятся при антихристе ведь сказано у павла что сначала пойдет полное число язычников а потом и евреи обратятся и тогда весь израиль спасется ну да написано так ну вот и есть и евреи 144 там же сказано не были на земле и как-то у них тоже нет вы неправильно понимаете только духовно надо понять потому что не было там колено левия клин дано куда-то делась но они меня спрашивают где думаете царство боже где будет игры на земле как на земле ну и говорю ну так бог же сдал землю для человека новая земля будет некая земля правды говорится в псалтире земля правда где нам ну вот у них вот это что вот библии написано кроткий на земле наследует землю грина разве помазаны они не кроткие начали что земли не наследует или как к ним это не относится ну то есть вот или говоришь ему что вот царстве больше только царство божие не горят это правительство ну вот подожди вот царство русское это что такое развито правительство ну вот когда-то 100 лет назад у нас было это это территории это и правительства это и люди всё царство это все когда мы говорим царство небесное это она говорит нам не то что где она будет оттуда тем она будет управляться beverage что она будет проволяться базу поэтому она горели называет царства божие и христос горит царство божие внутри вас есть или там среди вас как свидетель гонки вы тоже следите царство уже здесь на земле может быть среди нас поэтому как бы на такие вот интересно с ними именно на эти темы беседы потому что они не рассчитаны именно на эти темы и они как бы у них такие вот на самом деле слабо разработаны это все не как когда-то искали их основатели вот это им приходится сейчас выкручиваться от этих тем а ведь знаете как вот они же с ну вот полость сто процентов доверяют ну вот им попробуй докажи что вам тоже нужно там символов вкушать уже у него что-то начнет работать человека что так почему здесь это мы не вкушаем уже как начнет думать и как-то читать не только сторожевые башни чуть больше вот я в этом вижу как бы такую задачу беседу и по skype и беседу раньше беседу так встречали сейчас и запретили у нас не встречается причем укрепились в этом у них кстати я говорил вот два вот два назад ко мне приходили два тоже пресс-виттера сам их ну вот и я же говорю у вас сейчас как вообще с притоком ваших ли пополнение вашей организации он будет резко сократилась то есть вот такого уже два года назад не было такого притока людей но он тоже говорим это же как-то пошли с отцом алексеем в общину к светлями гол такие нас смотрят мужчины такие нас встречают крепкого телосложения так недоброжелательно смотрит но нас проводили к пасту старейшине мы с ним говорили о церкви он сказал нам знаете не могу вам ответить на этот вопрос но о том что создам церковь мы врата да не одолеет и он даже не знаю что есть такое слово церковь писание там же собрание у них везде переводится что значит собрание создание на протады недалеке непонятно я пробовал себе на по поводу церкви они резко стараются перевести вот на собрание что нет но сыр а хорошо ну хорошо может сказать давайте но собрание вот где было собрание святого в третьем четвертом пятом вот приведите свидетельство что было именно собрание не отдельные какие-то люди а именно собрание вот собраны вместе должны быть да как первом веке в это после никто из внешних не мог прийти к церкви церковь это она была видимо я остаюсь и видим то есть понятно мы тоже верим в невидимую церковь то есть мы тоже говорим что не все кто входит в храм не все прибывает в теле христовым bu dysfunction не видимо церковь это и тело христово но тело христово прибывает мы говорим в рамках видимый церковь она меньше но в рамках видимый церкви Люди-то материалисты совершенно. Я вот с ними тоже по поводу души начали общаться. Я говорю, ну, у меня был опыт, я лично вам подтверждаю то, что душа выходит из тела. Да, нет, да, ну, это как бы... Я говорю, ну, вот смотрите, у меня есть четыре свидетеля, которые видят, что я 25 минут был синим трупом. А вы прекрасно знаете, что мозг после 5-7 минут с кислорода начинает... Ну, то есть не начинает, а он умирает полностью. Ну, как-то замолчали. Ну, я попытался вот это вот донести на существование души. А, видимо, что-то касается их. Они хотели бы в это как-то поверить, но я не знаю. Не, ну, с ними, если говорить о бессмертии души, надо говорить не о бессмертии души, а о бессмертии духа. То есть они вам докажут, что душа – это только... То есть мы из Священного Писания видим, ну, есть свидетельства, что после смерти человек не умирает. Как это назвать, вот это состояние, что он не умирает? Мы обычно называем душа. В Священном Писании много слов, где говорится, там, того душа до истребится, там, после смерти и так далее. Вот. И мы можем говорить о бессмертии духа с ним. Потому что в Священном Писании очень часто говорится, что там тело человека в землю, а дух к Богу, экклезиас, например, говорит. Да, то есть вот, вот, пожалуйста, вам. Ну, назовем духом хорошо, не душой, а духом пусть это будет. Вот. То же самое. Иосиф Лавий, он был ровесником, ну, не ровесником, он чуть позже жил Иисус Христа, и он описывает, во что верили фарисеи и саддукии. Он говорит, что вот фарисеи, говорят, верят в бессмертие души. Фарисеи. А саддукии не верят. Вот помните, когда апостол Павел в Деяниях, Лука говорит в Деяниях, что саддукии не верят ни в ангела, ни в духа. То есть вот не в духа. Иосиф Лавий говорит, что это они не верят в душу, что у человека есть душа. А фарисеи верят в бессмертие души, да. И вот смотрите, ведь когда Христос приводит им пример с Богачем и Лазарем, получается, ну, с точки зрения свидетель-люгова, он не какую-то там неправильную теорию привел в пример. То есть, словно говоря, это все равно, что он там реинкарнацию привел в пример. Вот там умер Лазарь и реинкарнировал там что-то еще. Ну, мы понимаем, что это бред. Христос не мог такое привести, еретическое учение какой-то в притче, да. То есть он приводил примеры из жизни, то, что было понятно людям. То есть приводит там пример сетель, жернов, там какой-нибудь там сеть, жемчужина. Но все это понятно, все. И вот о посмертном бытии людям было тоже понятно, потому что они так верили. И Саул, опять же, вот почему, ну, они говорят там, Саулу явился не Самуил, а бес. Ну, вопрос, а почему Саул вообще допустил, что после смерти Самуил жив? То есть, потому что так верил он, что он жив. И он допускал, что как-то его возможно вызвать. Но сама вера, что после смерти человек все равно остается жив, даже в Ветхом Завете. Вот что важно. Ну, такие как бы крупицы, вот по крупицам пытался пообщаться. Тоже вот и про душу говорили с этим свидетелем Игова. Но про душу трудно убедить, а вот про евхаристию, про помазанных, более успешно. Если человек отвергает самую первую ступень о том, что душа существует, как уже дальше можно с ними, о чем дальше говорить? Ну. Это же начало нашей веры, что мы бессмертны, что... Ну, видите, они тоже говорят, что бессмертны, но говорят, что потом будем бессмертны. Сейчас мы пока смертны, а потом будем бессмертны. Вот. Ну, твои мусульманы, это вера такая, что... Ну, я точно не помню у кого, что душа пребывает в теле мертвого человека до воскрешения. Не знаю. Мусульман, я, честно говоря, мне неинтересно совершенно. Как-то вот Игнать Тихонович с ним полемизировал. Я просто не могу. Вот, знаете, когда нет ничего общего, вот они же как бы и Библию не принимают. Ну, пока рано с ними сложно, как бы, потому что на их территорию, получается, входишь. Сложновато. Поэтому я, честно говоря, так... Бывает, на улице тоже подходит, но я вам так пытаюсь объяснить, но для них это не понимаю, как это Бог, три одновременно я... Ну, как свидетель Игова, на самом деле, тоже. Ну, ты, Игнать Тихонович, он говорит насчет мусульман-то, да, что вот два миллиарда, там, мусульман, да, никогда бы они не приняли Христа. Это люди совершенно другого склада ума, другого менталитета. Это, ну, это невыносимо. Это как раз кто на Берсеневке, там, этот отец Кирилл Сакаров, он говорит, я пытался с ними говорить, с мусульманами, что эти люди не способны принять саму идею его. Ну, а вот Игнать Тихонович, сколько людей, как бы, у него, он говорит, обратились в доме, а вот хоть один мусульман-то обратился? Мусульман, по-моему, нет. Им сложно. Вот, смотрите, даже они же появились в эпоху, когда еще, ну, такие у нас, там, ну, великие святые отцы были, да, и мы не видим, что прям вот... Ну, мусульман очень сложно обратить, оказывается. Вот, действительно, их много. А видите, все-таки, вот Игнать Тихонович, слушаю, вот, коротко постричься, бороду не брею. В лады пропаде Игнать Тихоновича есть. Ну, я, правда, я прочитал, есть такая статья, интересно, канонические постановления о волосах, ну, и так, и бородах, там, правда, да, то есть, ну, в первом тысячелетии, особенно, святые отцы говорят, да, там, особенно, говорят, священники должны коротко стричься, то есть, говорят, миряне, там, они, значит, длинные могут, а вот священники, они обязательно короткие должны быть, приличная стрижка должна быть. Я подумал, ну, правда, так, наверное, так хорошо. Вот, такие вот дела. Давно мы с вами не общались, как-то, да? Наверное, год, или даже больше. Да, уже больше, наверное. Да. Для меня это самое неважное, я волосы как-то не проникнусь, многие, вот, и тоже, в общем, у меня еще это вообще не касается длинной короткой. Я верю в то, что у Христа более длинные волосы. Я тоже верю, да. Нет, но ведь по закону даже Моисеевому священники не должны были стричь волос. То есть, понятно, что Павел, он, когда это писал, он писал именно коринфянам, у которых вот этот грех был, ну, садомский, да, и когда там мужчины расстели длинные волосы, это означало, что он такой вот ненормальной ориентации, скажем так, да, то есть, вот, и когда женщины-ка стреляли. То есть, это было, конечно, конкретно к ситуации, хотя, конечно, потом святые отцы это, ну, восприняли, многие святые отцы из Златоуста и так далее, они восприняли это как вот руководство к действию, что именно так надо. Хотя и действительно Христос был, ну, длинные у него волосы такие достаточно были. Вот, ну, как древнейшие иконы об этом говорят, да. И с катакомб еще. Ну, ладно, Борис, давайте тогда прощаться, потому что Бог благословит. Да, Бог благословит. Очень был рад видеться, поговорить с вами. Вот, вам терпение в ваших скорбях и облегчение, чтобы все-таки Господь подал. Спасибо, Господь. На все, с Богом. И вам Божьей помощи. Спасибо. С Богом. С Богом. Спасибо.